Осторожно мороз! Полицейские усилили патрулирование на областных автодорогах и трассах республиканского значения. В этих условиях стражи правопорядка ежедневно оказывают помощь десяткам водителей и пассажирам. Подробности далее. Ежедневно 15 экипажей патрульной полиции несут службу на загородных трассах региона. Практически вся первая декада января сильные морозы и ветер. Приходилось перекрывать дороги по всем направлениям. Проверку на выносливость не выдерживает порой даже тяжелая техника. Этот большой груз застрял и не мог подняться на путепровод. После затяжных попыток кончилась солярка и он окончательно заглох в минус 30 градусов. Инспектора батальона патрульной полиции Николай Фоменко и Шалкар Капезов прибыли для помощи водителю. Привезли дистопливо, помогли завести машину. Не у всех историй такой хэппи-энд. Некоторые машины приходится буксировать на станции техобслуживания или сутками охранять на трассах авто, обеспечивать питанием водителей. Если мы видим такие факты, конечно, мы осуществляем помощь людям. Либо отбуксируем куда-то в теплые гаражи, либо кто-то просит медицинской помощи в ближайшее ЦРБ доставляем. Конечно, что некоторые люди игнорируют, не останавливаются. Это очень плохо. Надо все равно останавливаться, помогать людям, независимо, ты в погонах или не в погонах. Как говорится, едешь, лучше остановись, помоги. Может, действительно, какой-то помощи нуждаются люди. И всегда призываю людей не только в форме, которые службу несут, а и те, которые просто, как говорится, по работе, домой, с дома едут, оказываете помощь друг другу. Это, как говорится, большая помощь, водительская солидарность. Я считаю, что это большую оказывает. Если водитель остановился, друг другу поможет. Я считаю, что ничего плохого от этого не становится. А это видео прислали омичи и сломавшиеся Хионды и Санта-Фе. Наши патрульные обнаружили на 608-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Включенная аварийная световая сигнализация издалека дала понять, что россиянам необходима срочная помощь. Инспектора батальона патрульной полиции Сергей Михайленко и Жанат Садвокасов дотащили кроссовер до ближайшей АЗС, нашли и устранили неполадку. ГИБДД северо-казахстанской области в лютый мороз помогает нам. Не замерзнуть на дороге, машина сломалась. Тащу на заправку. Россиянам помогают. При первой помощи, при первом обращении сразу кликнулись нам на помощь. Полицейские призывают по возможности на время отказаться от спонтанных дальних автопоездок, особенно с малышами и пожилыми людьми. Мадина Нуркина при содействии департамента полиции.